МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть ключ на старт, 30-й. Зажигание. Куда же? Спорт веку. Парамет реконструкции ракеты носителя в норме. 60 секунд. Поезд нормальный. Анализ телеметрической информации показал, что все 36 космических аппаратов системы ВАНВЭП развезены на расчетные орбиты. Большая часть их уже заказчикам принято на управление. Миссия закончилась успешно. Летом у нас будет важный для всей отрасли узкосквадром Восточный миссия Луна-25. Дальше идет развертывание крупных аппаратов арктической группировки, Арктика М. Ждем подтверждения начала финансирования и реальной работы по тяжелым аппаратам «Экспресс-РВ», которые также полетят отсюда, с Восточного, на Союзе-2. Это аппараты, которые дадут шелкополосным доску интернет. В Восточном будет сильно загружено. В Ангаре мы определяемся, потому что надо понять, сколько реально у нас будет пусков в год, вот эта тяжелая ракета. Но надо не забывать, что Ангара – модульная ракета. То есть есть же еще и легкая Ангара. Мы уже распределяем нагрузку таким образом, чтобы тяжелые аппараты связи, они могли бы выводиться именно Ангарой. Плюс надо научиться на Ангаре выводить многоспутниковые группировки, потому что мы все-таки думаем, сейчас мы подходим уже к этапу разворачивания программы «Сфера». Стартовые комплексы здесь, на Восточном, гораздо более мощнее, чем в то, что в Плесецке. В Плесецке там нет водородной составляющей, которая дает прибавку до 10 тонн полезной нагрузки на низкую плавную орбиту, то есть до 37 тонн. Если, скажем, Луна-26 – это орбитальный аппарат, небольшой, то это «Союз-2», а вот Луна-27 – это тяжелый посадочный аппарат с бурильной установкой, вот, конечно, должен быть поднят Ангарой. Поэтому 2024 год, 2025 год мы также планируем с Восточным запускать именно эти аппараты. Если мы хотим использовать космодром Восточный для всей ракетокосмической техники, это означает, что мы не должны зависеть от инфраструктуры, транспорта, инфраструктуры нашей страны в плане перевозки сюда крупногабаритных грузов. Это же не Бельгия, где я работал там 4 года, где не успеешь очнуться, ты уже нечаянно заехал во Францию или там в Нидерланды, там, да, или в Люксембург. Здесь очень большая страна, и если уж космодром, стартовые комплексы мы строим здесь, на Дальнем Востоке, то придется сдвигать промышленность сюда. Сборка, а может быть даже и создание ракетокосмической техники будет здесь точно на Восточном. Это объективный фактор, который приведет к тому, что молодой город, который сейчас состоит из нескольких домов, он будет развиваться и превращаться в Наукоград со своей социальной структурой, со своими культурными традициями, может быть даже со своими вузами в будущем. Вот когда мы говорим, там, новые города на Дальнем Востоке и в Сибири, да вот, пожалуйста, вот он. Вот сейчас как раз мы завершили совещание касалось строительства космодрома Восточной, и последний вопрос у нас был это создание объектов социального назначения. О чем идет речь? Здесь все-таки техническая интеллигенция, это люди, которые закончили лучшие вузы страны. Естественно, заводятся семьи, детишки появляются, жены. То есть это молодой очень город. И здесь этот город, он не может быть только построен из домов. Дома, лес, работа. Неправильная история. Здесь надо делать все. Театры, кинотеатры, спорт, самый разный, в том числе зимний спорт, вот, крытые стадионы, значит, крытые спортивные площадки, бассейны и многое другое. То есть надо сделать так, чтобы это было, ну, очень уютное место, гнездышко такое, для специалистов Роскосмоса. А это колоссальная работа. Поэтому мы будем делать так. Мы будем переводить сюда основные юридические адреса и счета наших ведущих организаций с тем, чтобы увеличить налогоблагаемую базу города Циолковский. Чтобы уже местный муниципальный орган мог распоряжаться этими средствами. Это, я считаю, правильное решение. Я уже все команды по этому поводу дал. Благодарю за службу. Отлично сработали в этом году. Теперь у нас предстоит новая работа. Переходим на «Нафтил» на этом стартовом комплексе. Ну и следующий год тоже будет очень интенсивный. Спасибо вам за ту работу, которую вы делаете надежно, четко и с высочайшим профессионализмом. Спасибо, ребята. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok